Суровое, настоящее, бесперспективное будущее к 30 годам заработал Анатолий Двойников. Я никогда не был человек. Мне даже жалко было курицу убить. Но руки, что прячут лицо в зале суда, не дрогнули. По версии следствия, именно он убил Кирилла Чубко. Здесь направо повернете, здесь по мостику пройдете. Стих Платон доучит без папы. Поймет ли эту боль самообвиняемый, вопрос открытый. Его отец давно умер, при жизни рядом был не всегда. Родители разведены. Из Казахстана в Кубанскую станицу Краснооктябрьскую переехал ребенком. Закончил школу-интернат в соседнем поселке. Он такой выпивающий, гуляющий. Девчонок этих менял, без конца женился. И они между собой дрались без конца, выясняли что-то. Сразу два уголовных дела на Двойникова заводили в Тихорецком городском суде. Угон машины, пьяная драка. В ней Двойников ранил ножом в плечо знакомого. За это два года условно. Потом вновь вождение нетрезвым. Очередное заседание по этому делу назначили на конец мая. За месяц до него Анатолий и решился на убийство. Во дворе этого дома по улице Калинина, недалеко от центра Тихорецка, уже на третий день после совершения убийства аниматоров, сотрудники уголовного розыска и УФСБ задержали Анатолия Двойникова. Это произошло примерно в этом месте. Его скрутили и надели наручники. Машину погрузили и увезли. Они оформляли сим-карп на нашего соседа. Это не случайно встретились в педнушке, как сам Ваня рассказывал. Но он не пытался бежать, драться? Нет, нет. Есть кто дома? Это дом матери задержанного. Светлана Двойникова недавно вышла на пенсию. Бралась за любую честную работу. Тут трудилась в соцзащите, в свинарнике, была и дворником. Никогда не стеснялась смотреть людям в глаза. Светлана, говорит, его мать, говорила, вчера я с ним разговаривала. И он, значит, сказал, что я на работе. Вот и все, больше я ничего не знаю. Это накануне убийства? Ну да. Субботник был, и она пришла, нашла в себе силы, пришла к людям на субботник. И говорит, что еду в автобусе, мне кажется, на меня все смотрят. И вот он такое сделал. Он всю жизнь такой был. То на проводах где-то там горел, на высоковольтных. А теперь горит от стыда его мать. Она прячется от журналистов. Приехали, да. Я чувствую, что я закрыла калитку, и меня нету. То есть ты общаться не хочешь. Не хочу. В ближайшее время не поговорить матери и с сыном, который нескоро сможет посмотреть ей и другим людям в глаза. Я стыдно перед всем, я не могу. Нинель Восканян, Олег Демидов, Дмитрий Хамкуриди, Кубань-24, Тихорицкий район.